всем привет это короткое видео про контейнеры для выращивания саженцев на примере винограда эверест кустику три года вот первый год он рос в школке в том году 20 литровом ведре и осенью был пересажен вот в этот мягкий контейнер зимовал он прям здесь то есть я выкапывал ямку между ряде вот в принципе сейчас покажу с контейнером все нормально что из себя представляет вначале посмотрим этикетку здесь тканевый контейнер для растений 45 литров 39 диаметр 38 высота покупал я их производителя это в тули значит пвх на этот плетенка но производитель утверждает что она устойчива к ультрафиолету если мне не изменяет память то гарантия составляет 5 лет на этот мешок сверху он прошит ручки качественные они где-то идут по моему до сюда здесь прошит и вы вы их точно не оторвите то есть я этот мешок и поднимал из земли весной и осенью тоже его туда ямку затаскивал то есть в этом плане все нормально соответственно он дышит вода значит излишки воды соответственно с него вытекают вот и принципе вот растения себя чувствует вполне нормально тут даже вот я думаю будет сигнал к фокус поймаем да вот насчет того что вылезает ли корневая за пределы мешка пока сказать не могу потому что вот он осенью был в него пересажен спящем состоянии но на данный момент значит корни его спокойно как бы передвигаю корни как бы никуда из него не выползали не прорастали соответственно плюсы у такого метода очевидны вы можете в любом месте удобным для вас саженцы расставлять почему я этот контейнер использую у меня место на винограднике закончилась вот черенков соответственно много и растений и хочется проверить хотя бы довести их до сигналки то есть сигналка это второй третий год то есть его должно хватить посмотреть а дальше соответственно можно решить либо прививается либо соответственно с растением можно попрощаться или опять же отдать например знакомым друзьям если сорт неплохой и спокойно его пересадить вот осенью спящем состоянии аккуратно с комом земли я думаю вообще проблем не возникнет что еще хочется сказать единственный момент что надо чаще поливать где-то раз в неделю вот потому что на солнце он хорошо прогревается внутренний объем и соответственно испаряет он тоже хорошо поэтому за влажностью надо следить ну а в остальном я как бы для себя вижу только плюсы достаточно компактные размеры при этом объем земли вот винограду хватает поэтому для моих целей идеальное решение есть у меня еще такой же это волшебник силкова здесь он правда заморозка немножко пострадал поэтому не только две лозинки растут